Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни». Тех, кого вполне устраивает эта приходящая жизнь, мимолетное наслаждение, временное удобство, нельзя считать разумными людьми. По крайней мере, так говорится в Бхагавад-Гите. Согласно Гите, только скудоумных людей может привлечь приходящее. Мы вечны, так чего ради нас должно интересовать приходящее? Все здесь ищут постоянство. Если мы снимаем квартиру, и домовладелец просит нас выселиться, разумеется, мы не будем этому рады. Но если нам предстоит переезд в лучшую квартиру, то мы не будем огорчаться. Мы вечны по природе, и потому ищем постоянного пристанища. Мы не хотим умирать, потому что на самом деле мы вечны. Подобно этому, мы не хотим стареть или болеть, потому что все эти состояния приходящие и относятся к нашей внешности. Лихорадочное состояние – это отклонение от нормы. Но, тем не менее, иногда у нас начинается жар, и тогда, чтобы выздороветь, мы вынуждены принимать меры предосторожности и пить лекарства. Страдания четырех видов подобны лихорадке, и все они обусловлены пребыванием в материальном теле. Только если нам каким-либо образом удастся выйти из материального тела, мы сможем избавиться от страданий, неразрывно связанных с пребыванием в теле. Имперсоналистам, которые хотят выйти из бренного материального тела, Кришна советует произносить слог «Ом». В этом случае им гарантировано переселение в духовный мир. Однако, несмотря на то, что они могут войти в духовный мир, они не могут попасть ни на какую из его планет. Они не достигают их, задерживаясь в Брахмаджиоти. Брахмаджиоти можно уподобить солнечному свету, а духовные планеты — самому Солнцу. В духовном небе имперсоналисты остаются в сиянии, исходящем от Верховного Господа Брахмаджиоти. Они пребывают в Брахмаджиоти в форме духовных искр, из которых оно состоит. Именно это подразумевают, когда говорят о слиянии с духовным бытием. Не стоит понимать слияние с Брахмаджиоти в том смысле, что существо растворяется в нем. Духовная искра сохраняет свою индивидуальность, но поскольку имперсоналист не хочет принимать личностную форму, он находится в этом сиянии в виде духовной искры. Брахмаджиоти, подобно солнечному свету, состоящему из множества мельчайших частичек, состоит из множества духовных искр. Однако, будучи живыми существами, мы хотим наслаждаться. Нам недостаточно просто существовать. Мы хотим не только быть, но и испытывать блаженство. В своей целостности живое существо представляет собой единство трех качеств — вечности, знания и блаженства. Те, кто, приняв безличную форму, входят в Брахмаджиоти, могут находиться там в течение некоторого времени, полностью сознавая, что они слились с Брахманом, но им недоступна вечная ананда — блаженство, поскольку в их состоянии это качество отсутствует. Можно в течение какого-то времени сидеть в своей комнате и наслаждаться одиночеством, читая книги или предаваясь размышлениям, но никто не сможет просидеть в комнате несколько лет с рядом, и, разумеется, невозможно оставаться в ней целую вечность. Поэтому те, кто сливается с бытием Всевышнего, утрачивая свою личностную форму, в любой момент могут снова упасть в материальный мир, чтобы получить возможность общаться с другими. Так утверждается в Шриман-Багаватам. Астронавты могут пролететь тысячи и тысячи миль, но если они не смогут найти планету, на которую можно приземлиться, то вынуждены будут вернуться на землю. В любом случае, человеку необходим какой-то дом. В безличной форме положение живого существа неустойчиво. Поэтому в Шриман-Багаватам говорится, что даже если, приложив к этому столько усилий, имперсоналист и попадает в духовный мир, принимая в нем безличную форму, он все равно снова возвращается в материальный мир, потому что не служит с любовью и преданностью Верховному Господу. Пока мы находимся здесь, на земле, мы должны учиться любви к Кришне, Верховному Господу, и учиться тому, как служить Ему. Если мы научимся этому, то сможем попасть и на духовные планеты. Положение имперсоналиста в духовном мире неустойчиво, потому что чувство одиночества заставит его искать общение с кем-нибудь. И так как он лишен личного общения с Верховным Господом, то вынужден будет вернуться обратно в этот мир и общаться здесь с обусловленными живыми существами. Поэтому нам так важно знать свое изначальное положение, то есть природу, определяющая наше извечное стремление к бессмертию, всезнанию и блаженству. Находясь в течение долгого времени в одиночестве, в безличном Брахмаджиоте, мы не имеем возможности наслаждаться, и потому возвращаемся в материальный мир, чтобы наслаждаться в нем. Но, обретая сознание Кришны, мы испытываем истинное наслаждение. В материальном мире общепризнано, что наивысшее наслаждение – это наслаждение, которое приносит сексуальные отношения. Это наслаждение – искаженное отражение сексуального наслаждения в духовном мире, наслаждение от общения с Кришной. Однако, не следует думать, что наслаждение, испытываемое там, сходно с сексуальным наслаждением в материальном мире. Нет, это далеко не то же самое. Однако, если бы в духовном мире не было половой жизни, она не могла бы отразиться и здесь. Здесь существует только искаженное ее отражение, а истинная жизнь – это жизнь в Кришне, который исполнен бесконечного блаженства. Поэтому самое лучшее – начать готовиться сейчас, так, чтобы в момент смерти мы могли перенестись в духовный мир, на Кришналоку, получив таким образом возможность общаться с Кришной. Брахма Самхита так описывает Шри Кришну и его обитель. Я поклоняюсь Говинди, изначальному Господу, прародителю всех живых существ, который пасет коров и исполняет все желания, пребывая в своей обители, где земля состоит из философского камня и растут миллионы деревьев желаний. Сотни тысяч лакшми, гопи всегда служат ему с великой любовью и благоговением. Таково описание Кришналоки. Дома там сделаны из камня, который называют философским. Чтобы не прикоснулось к философскому камню, все сразу превращается в золото. Деревья, растущие там, это деревья, исполняющие желания, деревья желаний, так как они могут исполнить любое желание. В этом мире на манговом дереве растет манго, а на яблоне яблоки. Но там любое дерево может дать все, что захочешь. Коровы там называются сурабхи, и они дают неограниченное количество молока. Так в ведах описываются духовные планеты. В материальном мире мы уже привыкли к рождению, смерти и всякого рода страданиям. Ученые-материалисты изобрели множество приспособлений, предназначенных для чувственного наслаждения и множество орудий разрушения. Но так и не нашли решения проблем старости, болезни и смерти. Они не могут создать машину, которая положила бы конец смерти, старости и болезням. Мы способны создать что-то, приближающее нашу смерть, но не можем изобрести ничего, что избавило бы нас от нее. Однако по-настоящему умные люди занимаются не решением этих четырех проблем материальной жизни, а ищут путь, который приведет их на духовные планеты. Тот, кто постоянно находится в состоянии транса, не отвлекается ни на что постороннее. Он всегда пребывает в состоянии транса. Он постоянно поглощен мыслями о Кришне и не отвлекается ни на что другое. В Индии я жил во Вриндаване, а сейчас нахожусь в Америке. Но это не значит, что я покинул Вриндаван, потому что если я постоянно думаю о Кришне, то все время пребываю во Вриндаване, независимо от того, где я нахожусь. Тот, кто имеет сознание Кришны, всегда находится вместе с Кришной на духовной планете Голоки Вриндавани и просто ждет того момента, когда покинет свое материальное тело. Для того, кто постоянно помнит Кришну, Господь становится легко достижимым. Кришна сам говорит, что его можно легко достичь с помощью метода Бхакти-йоги. Зачем же тогда обращаться к какому-либо другому методу? Мы можем постоянно повторять Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Ари-Ари, Ари-Раму, Ари-Раму, Раму-Раму, Ари-Ари. Для этого не надо придерживаться каких-то строгих правил. Можно повторять на улице, в метро, у себя дома или на работе. Это не облагается налогом и не требует никаких денежных затрат. Так почему бы не воспользоваться этим? Освобождение из тюрьмы материального мира Джнани и йоги, как правило, являются имперсоналистами. И хотя они достигают временного освобождения, слившись с безличным сиянием, духовным небом, их знание, как утверждается в Шримад-Бхагаватам, не считается чистым. Налагая на себя эпитемии, совершая аскезы и занимаясь медитацией, они могут достичь уровня верховного абсолюта, но, как уже объяснялось, они снова падают в материальный мир, так как не приняли личностный аспект Кришны всерьез. Тот, кто не поклоняется лотосным стопам Кришны, вынужден будет вновь опуститься на материальный уровень. В идеале мы должны думать так, я твой вечный слуга, пожалуйста, позволь мне как-то служить тебе. Кришну называют аджитой, непобедимым, потому что никто не может победить Бога, но, как утверждается в Шримад-Бхагаватам, тот, кто думает так, может легко покорить Всевышнего. Шримад-Бхагаватам также советует нам отказаться от тщетных попыток измерить Всевышнего. Мы не в силах даже определить границы космоса, что же тогда говорить о Всевышнем? Той крупице знаний, которой обладает человек, еще недостаточно для того, чтобы определить размеры Кришны, и того, кто осознал это, веда называют разумным. Мы должны со смирением признать, что являемся очень незначительной частичкой Вселенной. Отказавшись от попыток понять Всевышнего с помощью своих ограниченных знаний или усилий своего ума, мы должны стать смиренными и прислушаться к тому, что говорят о Всевышнем авторитетное писание, в частности Бхагавадгита или человек, осознавший свою духовную природу. В Бхагавадгите Арджуна слушает, что сам Шри Кришна говорит о Боге. Тем самым Арджуна подает пример того, как должен вести себя человек, который хочет постичь Всевышнего. Мы должны слушать Бхагавадгиту в изложении Арджуны или его истинного представителя, духовного учителя. Выслушав же их, нужно применить приобретенные знания в своей повседневной жизни. Преданный обращается к Богу с молитвой. Мой Господь, Ты непобедим, но тот, кто слушает авторитетные источники, может Тебя покорить. Бог непобедим, но тот преданный, который отказывается от попыток понять Господа усилиями своего ума и обращается к авторитетным источникам, может покорить его. В Брахма Самхите говорится, что процесс познания может быть как восходящим, так и нисходящим. В восходящем процессе человек приобретает знания собственными усилиями. При этом он думает, авторитеты и книги меня не интересуют. я получу знания сам с помощью медитации, философских размышлений и так далее. Таким путем я познаю Бога. Другой процесс, нисходящий, подразумевает получение знаний от высших авторитетов. В Брахма Самхите утверждается, что приняв как метод восходящий процесс, человек не познает Господа, даже если будет двигаться по этому пути со скоростью мысли и ветра в течение миллионов лет. Объект познания для него будет оставаться все таким же недостижимым и непонятным. Но об этом объекте говорится в Бхагавадгите. Кришна указывает, что надо медитировать на Него, пребывая в смиренном состоянии Духа и не отклоняясь с пути преданного служения. Он говорит, что тому, кто таким образом поклоняется Ему, легко его достичь. Таков метод. Если человек посвящает всего себя служению Кришне, то Кришна не сможет его забыть. Став смиренным, человек обращает на себя внимание Бога. Гуру Махараджа Бхактисиданта Сарасвати часто говорил, не пытайтесь увидеть Бога. Разве Бог обязан являться перед вами словно слуга, и только потому, что вы хотите его видеть. Смиренный человек так не поступает. Мы должны связать его своей любовью и служением. Господь Чайтания Махапрабу дал человечеству надлежащий метод достижения Кришны, и Рупа Госвами, его первый ученик, высоко оценил это. Рупа Госвами был министром в мусульманском правительстве, но оставил государственную службу, чтобы стать учеником Чайтании Махапрабу. Когда Рупа Госвами пришел к Господу, то, подойдя к Нему, произнес такой стих. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Верховным Господом Шри Кришной Чайтанией. Он великодушнее всех аватар и даже самого Кришны, так как щедро одаряет всех тем, что до Него никто никогда не давал, чистой любовью к Кришне. Рупа Госвами назвал Чайтанию Махапрабу самым щедрым, самым великодушным, потому что Он, не скупясь, раздавал самое ценное из всего, что есть на свете, любовь к Богу. Всем нам недостает Кришны и все мы жаждем Кришны. Он самый привлекательный, самый красивый, самый богатый, самый сильный, самый ученый. Это предмет желаний каждого. Мы все жаждем красоты, могущества, учености, богатства. Кришна же источник всего этого, и потому нам нужно только устремить к Нему все свои помыслы, и мы получим все, к чему стремимся. Каково бы ни было желание нашего сердца, оно осуществится, если мы будем идти путем сознания Кришны. Как было сказано ранее, тот, кто умирает в сознании Кришны, непременно достигнет Кришналоки, высшей обители, в которой пребывает Кришна. У кого-то может возникнуть вопрос, что мы получим, достигнув этой планеты? Кришна так отвечает на этот вопрос. Достигая меня, эти великие души, йоги, преданные мне, никогда больше не возвращаются в этот бренный мир, исполненный страданий, так как они достигли высшего совершенства. Бхагавадгита Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги его божественной милости Бхагдивиданты с вами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» вы сможете послушать в наших следующих передачах. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги его божественной милости Бхагдивиданты с вами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» Сам Творец Шри Кришна подтверждает, что этот материальный мир Дух Кхалайм исполнен страданий. В наших ли силах сделать этот мир местом наслаждений? Разве возможно создать в этом мире комфортабельные условия с помощью так называемого научного прогресса? Нет, это невозможно. Но мы не хотим этого понять и потому даже не желаем знать, каковы страдания этого мира. Как уже говорилось, этими страданиями являются рождение, старость, болезнь и смерть. Но из-за того, что мы не можем найти решение этих проблем, мы стараемся не замечать их. Ученые не в состоянии положить конец этим страданиям, все время одолевающим нас. Вместо этого они отвлекают наше внимание, создавая космические корабли и атомные бомбы. Но в этом стихе Бхагавад-гиты говорится, как можно решить эти проблемы. Если человек достигнет обители Кришны, он не должен будет возвращаться в этот мир рождения и смерти. мы должны осознать, что существование в этом мире мучительно. Чтобы понять это, необходимо иметь достаточно развитое сознание. Кошки, собаки, свиньи не в состоянии понять, что страдает. Человека называют разумным животным, но свой разум он использует для удовлетворения своих животных инстинктов, вместо того, чтобы искать способ избавления от страданий. Кришна недвусмысленно утверждает, что тот, кто приходит к нему, никогда больше не будет рождаться в этом исполненном страдании мире. Великие души, приходящие к нему, достигли наивысшего совершенства жизни, которое избавляет живое существо от страданий обусловленного существования. обыкновенное живое существо, помимо прочего, отличается от Кришны тем, что в данный момент времени может находиться только в одном месте, тогда как Кришна может находиться в любой точке Вселенной и в то же самое время пребывать в своей обители. Обитель Кришны в трансцендентном царстве называется Галокой Вриндаваной. Вриндаван, находящийся в Индии, это та же Вриндавана, сошедшая на землю. Когда с помощью своей внутренней энергии на землю приходит сам Кришна, его дама, обитель нисходит вместе с ним. Иначе говоря, когда Кришна нисходит на землю, он является именно в этом месте. Однако, несмотря на это, обитель Кришны вечно пребывает в трансцендентном царстве на Вайкунхе. В данном стихе Кришна заявляет, что тому, кто достигает его обители, расположенной на Вайкунхе, больше не нужно будет рождаться в материальном мире. Такого человека называют Махатмой. На западе слово Махатма употребляют, как правило, в связи с Махатмой Ганди. Но мы должны понять, что Махатма это не титул политического деятеля. Махатмой называют того, кто достиг наивысшего совершенства на пути сознания Кришны и получил право войти в его обитель. Махатмой становится тот, кто правильно использует свою человеческую форму жизни и природные ресурсы для того, чтобы вырваться из круговорота рождения и смерти. Умный человек видит, что страдания приходят вопреки его воле. Как говорилось выше, мы постоянно страдаем. Нам причиняют страдания наш ум, тело, другие живые существа или стихийные бедствия. Всегда находится что-то причиняющее нам страдания. Этот материальный мир предназначен для страданий. Не будь здесь страданий, мы не смогли бы обрести сознание Кришны. На самом деле страдания это побудительный толчок, помогающий нам подняться на уровень сознания Кришны. умный человек задается вопросом, почему он против своей воли испытывает страдания. Современный же, так называемый цивилизованный человек думает, пусть я буду страдать, я всегда смогу забыться с помощью наркотиков или алкоголя. страдания как только опьянение проходит, страдания возвращаются к нему. Такие искусственные методы не помогут избавиться от страданий, присущих материальной жизни. Единственный способ избавиться от них это принять сознание Кришны. Кто-то может заметить, что только преданные Кришны пытаются достичь планеты Кришны, тогда как все остальные хотят попасть на Луну. Разве полет на Луну нельзя тоже считать достижением? Живому существу присуща склонность к путешествиям на другие планеты. Одно из определений живого существа — сарвагата, что значит тот, кто хочет путешествовать всюду. Склонность к путешествиям заложена в живом существе от природы. Желание попасть на Луну не является чем-то новым. Йоги тоже хотят достичь высших планет, но Кришна в Бхагавадгите указывает, что в этом нет никакого проку. Все планеты материального мира от самой высшей и до самой низшей являются юдалью страданий, где повторяются рождение и смерть. Но тот, кто достигает моей обители, о сын Кунти, никогда не рождается вновь. Вселенная делится на высшие, средние и низшие планетные системы. Земля принадлежит к числу средних планет. Кришна подчеркивает, что даже на самой высшей планете Вселенной Брахмалоки повторяются рождение и смерть. Все планеты Вселенной населены живыми существами. Мы не должны думать, что населена только наша планета, а все остальные необитаемы. Нетрудно убедиться, что на всей Земле нет такого места, где бы не было живых существ. Глубоко под землей мы обнаружим червей, глубоко под водой рыб и другие формы жизни. Поднявшись в небо, мы увидим множество птиц. Как же можно делать вывод, что на других планетах нет живых существ. Однако Кришна говорит, что даже достигнув тех планет, где живут великие полубоги, мы все равно будем обречены на смерть. И вновь Он повторяет, что живому существу, достигшему его планеты, не нужно будет больше рождаться. Мы должны искренне хотеть достичь вечной жизни, исполненной блаженства и знания. Мы забыли, что это и есть цель нашей жизни, наша истинная корысть. Почему мы забыли об этом? Потому что нас очаровал блеск материального мира, его небоскребы, огромные заводы, политические интриги, хотя нам прекрасно известно, что какие бы высокие небоскребы мы не построили, мы не сможем жить здесь вечно. Мы не должны тратить свою энергию на создание тяжелой промышленности и строительство городов. Такая деятельность приводит только к тому, что мы все больше запутываемся в сетях материальной природы. Нашу энергию нужно направить на то, чтобы развить в себе сознание Кришны и получить духовное тело, имея которое, мы можем попасть на планету Кришны. Сознание Кришны это не религиозная догма или духовное развлечение. Сознание Кришны это самое важное составляющее живого существа. Небо за пределами Вселенной Если на высших планетах этой Вселенной существует рождение и смерть, то почему великие йоги стремятся достичь их? Эти йоги могут обладать многими мистическими способностями, но, несмотря на это, у них все еще сохраняется желание наслаждаться благами материальной жизни. Продолжительность жизни на высших планетах невероятно велика. Шри Кришна объясняет, как исчисляется время на этих планетах. Тысяча веков по земному исчислению равна одному дню Брахмы, и столько же длится его ночь. В одной йоге насчитывается 4 миллиона 300 тысяч лет. Это количество лет, умноженное на тысячу, составляет 12 часов Брахмы на планете Брахмалока. Его ночь также длится 12 часов. 30 таких дней составляют месяц, в году насчитывается 12 месяцев, и Брахма живет 100 таких лет. Обитатели этих планет живут невероятно долго, и все же, прожив даже триллионы лет, обитатели Брахмалоки должны будут умереть. пока мы не достигнем духовных планет, смерть будет преследовать нас повсюду. Когда начинается день Брахмы, сонны живых существ появляются на свет, а с наступлением ночи Брахмы все они уничтожаются. Когда заканчивается день Брахмы, все низшие планетные системы покрываются водой, и существа их населяющие уничтожаются. После этого потопа, когда ночь Брахмы заканчивается, и Брахма просыпается утром, творение начинается сначала, и все эти существа снова появляются на свет. Таким образом, циклическое сотворение и разрушение материального мира является его отличительным признаком. Снова и снова, когда приходит день, эти сонны живых существ появляются на свет, и опять наступает ночь, о Партха, и они беспомощны вновь уходят в небытие. потоп не может нравиться никаким живым существам, но, несмотря на это, все планеты будут затоплены водой, и живые существа на них будут оставаться под водой в течение всей ночи Брахмы. Но, когда приходит день, вода постепенно отступает. природа вечно существует другая природа, которая вечно и трансцендентна к этой проявленной и непроявленной материи. Эта высшая природа никогда не уничтожается. Когда уничтожается все в материальном мире, она остается неизменной. Бхагавадгита Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактиведанте Свами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» вы сможете послушать в наших следующих передачах. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактиведанте Свами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни». Мы не можем определить размеры материальной вселенной. Но известно знаем, что все творение состоит из миллионов вселенных, а за пределами этих материальных вселенных находится иной мир духовный. Все планеты там вечны, и все существа их населяющие тоже вечны. В этом мире, как мы знаем, тоже существуют две природы. живое существо — это дух, и пока оно находится внутри материального тела, тело движется, но как только живое существо, духовная искра, выходит из тела, тело становится неподвижным. духовную природу называют высшей природой Кришны, а материальную — низшей. За пределами материального мира находится высший мир, который полностью духовен. Этот факт невозможно установить эмпирическими методами. глядя в телескоп, мы видим миллионы и миллионы звезд, но не можем достичь их. Мы должны осознать пределы своих возможностей. Если эмпирическими методами мы не можем познать даже материальную Вселенную, то как с их помощью можно познать Бога и Его Царство? Опытным путем это познать невозможно. Чтобы понять Бога, мы должны слушать Бхагава Гиту. Мы не в состоянии узнать, кто наш Отец, опираясь только на эмпирическое знание. Для этого надо выслушать, что говорит наша Мать и принять ее слова на веру. Если мы не верим ей, то ничего не сможем узнать, потому что иного способа выяснить, кто наш Отец, не существует. Аналогично этому, если мы будем просто следовать методу сознания Кришны, то сможем узнать все о Кришне и Его Царстве. Мы можем видеть, что материальная Вселенная проявляется в виде Земли, Луны, Солнца, планет и звезд. А за пределами этой Вселенной находится иной вечный мир. Материальная природа имеет начало и конец, но духовная природа в санатонах вечна. Она не имеет ни начала, ни конца. Как это может быть? Когда по небу плывет облако, может показаться, что оно закрывает собой огромную часть неба, но на самом деле, это облако всего-навсего маленькая песчинка, закрывающая собой незначительный участок неба. Когда облака закрывают участок неба площадью всего в несколько сотен миль, нам кажется, что облаками покрыто все небо. Причина этого в том, что мы очень малы. так же и вся эта материальная вселенная, подобно небольшому облачку в безбрежном духовном мире, она покрыта материей. Облако появляется и исчезает, и у этой материальной природы так же есть начало и конец. когда облака рассеиваются и небо очищается, мы все видим таким, как оно есть. Тело тоже подобно облаку, покрывающему духовную душу. Оно существует в течение какого-то времени, производит потомство, затем стареет и умирает. Любой материальный объект, который мы можем наблюдать, проходит через шесть фаз изменения присущих материальной природе. Он возникает, растет, существует в течение некоторого времени, производит побочные продукты, стареет и затем разрушается. Кришна говорит, что помимо этой изменчивой природы, напоминающей облако, существует духовная природа, которая вечна. И когда материальная природа уничтожается, вечная по-прежнему продолжает существовать. В ведических писаниях содержится много сведений и о материальном, и о духовном небе. Во второй песне Шримад-Багаватам приводится описание духовного неба и его обитателей. Там говорится даже о том, что в духовном мире есть духовные самолеты, и что освобожденные существа путешествуют там повсюду, на этих самолетах, которые летают с быстротой молнии. фактически все, что мы видим здесь, есть также и там. Все здесь в материальном мире является всего лишь подобием, бледной тенью того, что существует в духовном мире. Материальный мир представляет собой нечто вроде снимка с реального предмета, наподобие тех, которые мы видим в кино. Шримад-багаватам объясняется, что этот материальный мир, являющийся лишь комбинацией материальных элементов, создан по образу реального мира, подобно тому, как манекен девушки, стоящий в витрине магазина, сделан по образу и подобию живой девушки. Каждому нормальному человеку понятно, что манекен это копия. Кшитхар с вами говорит, что материальный мир, являющийся копией духовного, кажется реальным потому, что реален духовный мир. Необходимо уяснить, какой смысл мы вкладываем в слово реальность. Под реальностью подразумевается то, что нельзя уничтожить. Реально то, что вечно. Зрящие истину пришли к выводу, что не существующее приходящее, а существующее неизменно. Они пришли к этому выводу, изучив природу так и другого. Бхагавадгита. Истинное наслаждение это Кришна, тогда как скоротечное материальное наслаждение иллюзорно. Те, кто видит вещи такими, какие они есть, на самом деле избегают иллюзорных наслаждений. Истинная цель человеческой жизни достичь духовного неба, но, как говорится в Шримад-Бхагаватам, большинство людей не знает об этом. Смысл человеческой жизни в том, чтобы понять, что такое реальность и перенестись в этот реальный мир. Все ведические писания призывают нас выйти из тьмы. Материальный мир имеет природу тьмы, духовный же мир залит светом, хотя его не освещают ни огонь, ни электричество. Кришна говорит об этом в 15-й главе Бхагавад-гиты. Мою обитель не освещают ни солнце, ни луна, ни какой-либо другой источник света. Тот, кто достигает ее, никогда не возвращается в этот материальный мир. Духовный мир называют непроявленным, потому что его нельзя ощутить материальными чувствами. Эту высшую обитель называют непроявленной и нетленной, и достижение ее высшая цель. Когда живое существо попадает туда, оно уже не возвращается обратно. Это моя высшая обитель, Бхагавад-гита. В этом стихе говорится о долгом путешествии. Нам нужно суметь выйти в космос, пролететь всю материальную вселенную, пройти сквозь ее оболочку и войти в духовный мир. Это и есть самое большое путешествие, которое может проделать человек. Речь идет не о том, чтобы выйти в открытый космос, пролететь несколько тысяч миль и затем вернуться обратно. В путешествиях такого рода нет ничего героического. Нам надо пролететь всю материальную вселенную и сделать это можно только с помощью сознания Кришны. Космические корабли в этом не помогут. Тот, кто постоянно пребывает в сознании Кришны и думает о Кришне в момент смерти, сразу же переносится в духовный мир. Если мы хоть сколько-нибудь хотим попасть туда, чтобы вечно жить там в полном знании и блаженстве, то должны прямо сейчас начать формировать тело Садчайтананда. Говорится, что тело Кришны Садчайтананда, и мы также имеем аналогичное вечное и исполненное знание и блаженство тела, но оно очень мало и покрыто материальной оболочкой. Если нам тем или иным способом удастся сбросить с себя эту иллюзорную оболочку, то мы достигнем духовного царства, а достигнув его, мы не должны будем больше возвращаться в этот мир. Каждому таким образом следует попытаться перенестись в высшую обитель Кришны. Для того, чтобы позвать нас к себе, Кришна приходит сюда сам, а также дает нам священное писание, направляющее нас на этом пути, и посылает своих истинных представителей. Нам остается только воспользоваться этой возможностью, предоставленной живому существу в человеческой форме жизни. Тому, кто достигает этой высшей обители, уже больше не нужно налагать на себя эпитимии, совершать аскезы, заниматься йогической медитацией и так далее. Для того, кто не достигает ее, все его эпитимии и аскезы остаются всего-навсего пустой тратой времени. Только человеческая форма жизни предоставляет такую возможность. И потому обязанность государства, родителей, учителей и наставников воспитывать тех, кто получил человеческую форму жизни, чтобы они могли достичь этого совершенства. Человека нельзя считать цивилизованным, если он только ест, спит, совокупляется и ссорится с другими, подобно кошкам и собакам. Мы должны правильно употребить человеческую жизнь, воспользоваться этим знанием, достичь такого уровня сознания Кришны, когда наши мысли все время будут сосредоточены на Кришне и в момент смерти сразу перенестись в духовный мир. Верховную Личность Бога, которая превыше всех, можно достичь только с помощью чистого преданного служения. Находясь в своей обители, он в то же время вездесущ, и все пребывает в нем. Бхагават-кита мы можем достичь этой высшей обители, если захотим того, и как указывается в данном стихе, для этого существует только один метод бхакти. Бхакти означает преданное служение, повиновение Верховному Господу. Слово бхакти образовано от корня бхадж, что значит служение. В Нарада Панчаратре бхакти определяется как свобода от ложных самоотождествлений. Бхакти может обрести тот, кто твердо решил избавиться от всех внешних обозначений, которыми определяет чистую духовную душу, но которые на самом деле относятся к телу и постоянно изменяются вместе с ним. Бхакти — это осознание своей чистой духовной природы, не имеющей ничего общего с материей. По своей сути, мы не тело, которое является всего лишь оболочкой духа. По своей сути, мы дасы, слуги Кришны. Бхакт называют того, кто осознает свою подлинную сущность и служит Кришне. Освободившись от ложных самоотождествлений, мы будем использовать свои чувства в служении повелителю чувств Хриши-Кеши Кришне. Как подчеркивает Рупа Госвами, наше служение Кришне должно быть позитивным. Как правило, мы хотим служить Богу, рассчитывая получить за это какое-нибудь материальное вознаграждение. Безусловно, тот, кто обращается к Богу за какими-то материальными благами, лучше того, кто вовсе к Нему не обращается. Но в конечном счете, мы должны избавиться от желания материальной выгоды. Нашей целью должно быть познание Кришны. Конечно, Кришна безграничен, и познать Его невозможно, но мы можем познать Его до определенной степени. Бхагавадгита дана нам именно для того, чтобы мы могли понять Его. Усвоив знание, содержащееся в ней, мы должны понять волю Кришны и служить Ему позитивно, то есть сделать то, чего Он хочет от нас. Учение сознания Кришны — это великая наука, изложенная в многочисленных священных писаниях, и мы должны воспользоваться ими, чтобы прийти к Бхакти. В духовном небе Верховный Господь является Верховной Личностью. Там находятся бесчисленные множества самосветящихся планет, и на каждой из них правит экспансия Кришны. Эти экспансии имеют четырехрукую форму, их именам нет числа, и все они являются Личностями. К этим Пурушам, Личностям, можно приблизиться только с помощью Бхакти. Это невозможно сделать ни с помощью философских размышлений, ни с помощью воображения или физических упражнений, но только с помощью преданного служения, не имеющего никаких корыстных мотивов. Что же представляет собой Пуруша, верховная Личность? Все живые существа и все сущее пребывает в нем, и все же он всепроникающий находится вне всего. Как это может быть? Бог подобен Солнцу. Оно находится в одном месте и все же в форме своих лучей проникает всюду. Бог всегда находится в своей Тхамо-Парамам, и тем не менее Его энергии распространяются повсюду. Он также неотличен от Своих энергий, как Солнце неотлично от солнечных лучей. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады Жизнь Происходит Из Жизни Вы сможете послушать в наших следующих передачах. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады Жизнь Происходит Из Жизни. Поскольку Кришна и Его энергии неотличны друг от друга, то, достигнув определенного уровня в преданном служении, мы сможем видеть Кришну повсюду. Я поклоняюсь изначальной личности Бога Говинди, которого всегда видит в своем сердце чистая преданная, чьи глаза умощены бальзамом любви к Богу. Брахма Самхита У тех, кого переполняет любовь к Богу, он постоянно стоит перед глазами. Чистый преданный никогда не скажет, что видел Бога во сне прошлой ночью, но больше не видит Его. Нет, тот, кто осознает Кришну, всегда ощущает Его присутствие. Нам просто нужно прозреть, чтобы увидеть Его. В состоянии материальной обусловленности наша духовная сущность скрыта под покровом материальных чувств, и потому мы не можем понять то, что имеет духовную природу. Но от этого невежества можно избавиться с помощью повторения мантры Харе Кришна. Как это происходит? Спящего человека можно разбудить, издав какой-либо звук. Хотя человек фактически находится в бессознательном состоянии, он не видит, ничего не ощущает, не чувствует запаха и так далее, чувство слуха настолько развито, что спящего можно разбудить просто звуком. Аналогично этому, хотя духовная душа из-за соприкосновения с материей погружена сейчас в сон, ее можно пробудить трансцендентной звуковой вибрацией, возникающей при повторении мантры Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Раму, Харе Раму, Раму Раму, Харе Харе Мантра Харе Кришна это обращение к Верховному Господу и Его энергиям. Харе это энергия, а Кришна имя Верховного Господа. Таким образом, повторяя Харе Кришна, мы говорим о энергии Господа, о Господь, пожалуйста, примите Меня. Мы не просим у Господа ничего другого. Какой смысл просить у Господа хлеба насущного, если хлеб и так всегда есть? Харе Кришна это просто обращение к Верховному Господу, в котором мы просим Его принять нас. Сам Господь Чайтания Махапрабу молился. О, сын Махараджи Нанды, я твой вечный слуга, но так уж случилось, что я упал в океан рождения и смерти. Прошу тебя, вызвали меня из этого океана, и пусть я стану одной из пылинок у твоих лотосных стоп. Шикшаштака У человека, оказавшегося посреди океана, остается надежда только на то, что кто-нибудь появится и вытащит его из воды. И когда кто-то поднимает его всего на несколько футов над водой, он тотчас же чувствует облегчение. Аналогично этому, как только с помощью сознания Кришны мы выбираемся из океана рождения и смерти, мы сразу чувствуем огромное облегчение. Несмотря на то, что мы не можем понять трансцендентную природу Верховного Господа, Его имя, славу, деяние, если мы утвердимся в сознании Кришны, постепенно Бог откроет нам себя. Чтобы увидеть Бога, недостаточно усилий только с нашей стороны. Но если мы подготовим себя, то Бог откроет себя, и тогда мы сможем Его увидеть. Богу нельзя приказать явиться и танцевать перед нами. Чтобы Его увидеть, мы должны действовать таким образом, чтобы Кришна Сам соблаговолил открыть Себя. Кришна Сам поведал о Себе в Бхагавадгите, и все, что Он говорит, не подлежит сомнению. Нам надо просто прочувствовать это, понять это. понять Бхагавадгиту может каждый, независимо от Его качеств, происхождения и так далее, потому что уровень Бхагавадгиты это уровень Абсолюта. Простой метод повторения имен Кришны открывает тому, кто Его практикует, природу Его Личности, природу Бога, что представляют собой материальная и духовная Вселенная, в чем причина нашей обусловленности и как от нее избавиться. Так постепенно мы узнаем обо всем. На самом деле это связь веры и последующего осознания. Хорошо нам известно. Очень часто мы принимаем на веру нечто в надежде на то, что будущее подтвердит нам истинность этого. К примеру, купив билет в Индию, мы верим, что нас доставят в эту страну. А иначе почему бы мы выкладывали деньги за этот билет? Мы же не даем деньги первому встречному. Мы знаем, что это уважаемая авиакомпания и официальная линия, и это вселяет в нас веру. В обыденной жизни без веры нельзя и шагу ступить. Вера необходима, но верить надо только в то, что признано авторитетным. это неправда, что мы верим слепо. Мы принимаем на веру только то, что является общепризнанным. В Индии все, независимо от своей касты, сословия и так далее, признают Бхагавадгиту священным писанием. Да и за пределами Индии многие ученые, теологи, философы тоже считают Бхагавадгиту великим произведением, признавая ее авторитет. Авторитетность Бхагавадгиты не подлежит сомнению. Даже такой великий ученый, как профессор Альберт Эйнштейн, постоянно читал Бхагавадгиту. В Бхагавадгите говорится о существовании духовной Вселенной Царства Бога. И мы должны принять это на веру. Разве мы не обрадуемся, попадем в такую страну, где нам скажут, что нам не нужно больше рождаться, стареть, болеть и умирать? Услышав о таком месте, мы, безусловно, приложили бы все силы к тому, чтобы попасть туда. Никто не хочет стареть, так же, как никто не хочет умирать. Найдись такое место, где этих страданий нет, оно стало бы самым желанным для нас. Почему мы хотим этого? Потому что имеем на это полное право. мы вечны, исполнены блаженства и знания, но, оказавшись в материальной оболочке, забыли свою истинную природу. Таким образом, Бхагавадгита предоставляет нам возможность вернуться в свое изначальное состояние. Шанкариты и буддисты утверждают, что за пределами этого мира пустота. Но в Бхагавадгите не содержится таких разочаровывающих утверждений. Философия пустоты только плодит атеистов. Мы духовные существа и хотим наслаждаться. Но если мы уверены, что в будущем нас не ожидает ничего, кроме пустоты, у нас появляется желание наслаждаться жизнью в материальном мире. Это приводит к тому, что имперсоналисты с одной стороны обсуждают различные положения философии пустоты, а с другой стараются получить как можно больше материальных наслаждений. Такое философствование может доставлять удовольствие, но духовного блага оно не принесет. Тот, кто достигает этого трансцендентного уровня, сразу осознает высший брахман. Он никогда не скорбит и не имеет никаких желаний. Он одинаково относится ко всем живым существам. В этом состоянии человек поднимается на уровень чистого преданного служения. Бхагавадгита Тот, кто достиг высот в преданном служении и получает наслаждение от служения Кришны, естественным образом утрачивает интерес к материальному наслаждению. Человека, поглощенного бхакти, можно узнать потому, что он получает удовлетворение от Кришны и только от Него. Общение с Кришной Человеку не трудно отказаться от всего низкопробного, если он получает взамен нечто лучшее. Мы хотим наслаждаться, но распространение имперсонализма и философии пустоты привело к тому, что мы привязались к материальным наслаждениям. Источником нашего наслаждения должна быть верховная личность, с которой мы можем встретиться лицом к лицу. В духовном мире мы можем говорить с Богом, играть с Ним, принимать пищу вместе с Ним и так далее. Всего этого можно достичь с помощью трансцендентного любовного служения – бхакти. Однако это служение должно быть свободно от осквернения, то есть мы должны любить Бога, не ожидая получить за это какое-либо вознаграждение. Любить Бога в надежде стать единым с Ним тоже своего рода осквернение. Одним из главных отличий духовного мира от материального является то, что у правителя духовных планет нет соперников. На всех духовных планетах господствует полная экспансия Шри Кришны. Верховный Господь и Его различные проявления правят на всех планетах Вайкунтхи. На Земле за пост президента или премьер-министра постоянно идет борьба, но в духовном мире все безоговорочно признают господство верховной личности Бога. Тех, кто не признает Бога и пытается соперничать с ним, отправляет в материальную вселенную, которая представляет собой нечто вроде тюрьмы. В любом городе есть тюрьма, и территория тюрьмы занимает незначительную часть территории всего города. Также и материальная вселенная является тюрьмой для обусловленных душ и занимает незначительную часть духовного неба. Но она находится в пределах духовного неба, так же, как тюрьма находится в пределах города. Все обитатели Вайкунг, находящихся в духовном небе, являются освобожденными душами. В Шримад-Багаватам говорится, что у них такие же тела, как у Бога. На одних планетах Бог проявляет свою двурукую форму, на других четырехрукую. Обитатели этих планет также имеют по две или четыре руки, и говорится, что их невозможно отличить от верховной личности. Есть пять форм освобождения, которые можно обрести в духовном мире. Когда существо сливается с безличным бытием Верховного Господа, Брахманом, то такое освобождение называется Саюджья-Мукти. Вторая форма освобождения — это Сарупья-Мукти. Достигнув его, существо получает тело в точности подобное телу Бога. Третий Салокья-Мукти, когда живое существо получает возможность жить на одной планете с Богом. Достигнув Сарши-Ти-Мукти, живое существо может владеть такими же богатствами, какими обладает Верховный Господь. Следующий вид освобождения дает возможность всегда находиться рядом с Богом, став одним из его приближенных, подобно Арджуне, который повсюду сопровождает Кришну, как его друг. Можно достичь любой из этих пяти форм освобождения, но преданные Вайшнавы отвергают Саюджи-Мукти слияние с безличной формой. Вайшнав хочет поклоняться Богу в его истинном облике и сохранить свою индивидуальность, чтобы иметь возможность служить ему, тогда как философы и имперсоналисты школы Майавады хотят утратить свою индивидуальность и слиться с бытием Всевышнего. Но ни Шри Кришна в Бхагавадгите, ни философы Вайшнавы, принадлежащие к цепи ученической преемственности, не советуют сливаться с безличной формой. Господь Чайтания Махапрабу писал по этому поводу в своей Шикшаштеке. «О всемогущий Господь, я не хочу копить богатство, мне не нужны ни прекрасные женщины, ни последователи. Я хочу только одного, беспричинного преданного служения Тебе, жизнь за жизнью». В этом стихе Господь Чайтания Махапрабу говорит «жизнь за жизнью». Необходимость рождаться вновь и вновь подразумевает, что освобождение еще не достигнуто. Получив освобождение, живое существо либо достигает духовных планет, либо сливается с бытием Всевышнего, но и в том и в другом случае ему не нужно больше рождаться в материальном мире. Но Чайтания Махапрабу все равно достигнет он освобождения или нет. Он просит только об одном иметь возможность делать что-то в сознании Кришны, служить Верховному Господу. Преданному все равно где он находится, его не заботит кем он родится, животным, человеком, полубогом или кем-то еще единственное, о чем он молит Бога, чтобы он мог всегда помнить о нем и трансцендентно служить ему. Это признак чистой преданности. Безусловно, преданный, где бы он ни был, все время пребывает в духовном царстве, даже находясь в материальном теле, но он ничего не просит у Бога для самого себя, для собственного возвышения или комфорта. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги его божественной милости Бхактиведанты с вами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» вы сможете послушать в наших следующих передачах. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги его божественной милости Бхактиведанты с вами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни». Кришна утверждает, что тот, кто преданному, легко может достичь его, но йоги, практикующие другие методы йоги, не застрахованы полностью от неудачи. Для них в Бхагавадгите даются указания, касающиеся того, какой момент времени благоприятен для оставления грубого тела. О, лучшие спарат, теперь я пишу тебе различные моменты времени, в которые человек может уйти из этого мира, чтобы возвратиться или не возвращаться обратно. Кришна говорит здесь, что если человек сможет покинуть тело в благоприятный для этого момент, то достигнет освобождения и никогда больше не вернется в материальный мир. Если же он умрет в другое время, то должен будет вернуться. здесь присутствует элемент случайности, но когда дело касается преданного, всегда пребывающего в сознании Кришны, то о случайности не может быть и речи, так как его преданность Господу гарантирует ему вход в обитель Кришны. Те, кто познал Верховный Брахман, уходят из этого мира в период, когда преобладает влияние Бога огня в светлое время, в благоприятный момент, в течение двух недель пребывающей луны и шести месяцев, когда Солнце проходит северной стороной. Бхагавадгита. Шесть месяцев Солнце находится к северу от небесного экватора и шесть к югу. В Шримадбхагаватам говорится, что Солнце, как и планеты, движется. Если человек умирает в тот период времени, когда Солнце расположено в северном полушарии небесной сферы, то достигает освобождения. мистик, который уходит из этого мира в то время, когда опускается туман, ночью, в течение двух недель, когда луна на ущербе, или в течение шести месяцев, когда Солнце движется к югу, достигает луны, но вновь возвращается обратно. Как говорится в ведах, одни уходят из этого мира при свете, другие во тьме. Если человек уходит при свете, он больше не возвращается, но тот, кто уходит во тьме, вернется вновь. Бхагавадгита. Все это происходит по воле случая. Мы не знаем, когда придет наша смерть. Мы можем умереть в любой момент от какого-то несчастного случая. Но если дело касается Бхакти и йога, того, кто утвердился в создании Кришны, то он никак не зависит от случайностей. Ему всегда обеспечен успех. Преданные знают об этих двух путях у Арджуна, но это их не беспокоит. Поэтому будь всегда тверд в преданном служении. Бхагавадгита. Как мы уже говорили, если человек в момент смерти думает о Кришне, он тут же переносится в обитель Кришны. И тот, кто в момент смерти, покидая тело, помнит только обо мне, сразу же достигает моей природы. В этом нет сомнения. Кто постоянно размышляет о верховной личности Бога, кто все время помнит обо мне, не отвлекаясь ни на что другое, Тот о Партха Арджуна непременно достигнет меня. Бхагавадгита. Может показаться, что медитировать таким образом на Кришну очень трудно, но это не так. Для того, кто практикует сознание Кришны, повторяя махамантру Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Ари-Ари, Ари-Раму, Ари-Раму, Раму-Раму, Ари-Ари, это совсем нетрудно. Кришна и Его имя неотличны друг от друга, и трансцендентный обитель Кришны также неотличны от Него. С помощью звуковой вибрации мы можем общаться с Кришной. Повторяя Хари Кришна, например, на улице, мы обнаружим, что Кришна идет вместе с нами. Когда мы смотрим вверх на Луну, то видим, что она тоже как бы движется вместе с нами. Если нам может показаться, что низшая энергия Кришны движется вместе с нами, то разве не может Сам Кришна быть с нами, когда мы повторяем Его имена? Он все время будет с нами. Но для того, чтобы находиться в Его обществе, мы должны обладать определенными качествами. Однако, если мы всегда поглощены размышлениями о Кришне, то можем быть уверены, что Кришна всегда с нами. Господь Чайтания Махапрабу говорил, «О мой Господь, только Твое святое имя может принести высшее благо живым существам, и потому у Тебя сотни и миллионы таких имен, как Кришна и Говинда. В эти трансцендентные имена Ты вложил все Свои трансцендентные энергии, и нет даже строгих правил воспевания Твоих имен. О мой Господь, по доброте Своей Ты дал нам возможность легко приблизиться к Тебе, воспевая Твои святые имена, но я такой невезучий, что они не привлекают меня». Шикшаш така. Повторение святых имен приносит то же благо, что и личное общение с Кришной. Господь Чайтания Махапрабу, который был не просто осознавший себя душой, его считает воплощением самого Кришны, подчеркивал, что хотя в этот век Кали у людей нет благоприятных условий для самоосознания, Кришна так добр, что в качестве югадхармы, метода духовного самоосознания, предназначенного для людей этого века, Он дал нам эту шабду, воплощение Господа в звуке. Чтобы следовать этому методу, не нужно никакой специальной подготовки, нет необходимости даже знать санскрит. Вибрации, возникающие при повторении Харе Кришна, обладают такой силой, что каждый может начать повторять эту мантру, даже не зная санскрита. Вставший на путь преданного служения не лишается плодов изучения вед, совершения аскез и жертвоприношений, благотворительности, философских занятий и кармической деятельности. Он обретает все то, что приносит эти формы деятельности, и в конце концов достигает высшей обители. Бхагавад-гита Кришна говорит здесь, что все наставления ведических писаний преследуют одну цель — помочь человеку достичь высшей цели жизни, то есть вернуться к Богу. Все священные писания мира имеют одну и ту же цель. Это было миссией всех религиозных реформаторов и очарьев. На Западе, например, эту миссию выполнял Господь Иисус Христос, тоже делали Господь Будда и Мухаммед. Никто из них не советовал людям делать этот материальный мир своим вечным пристанищем. Учения трансценденталистов могут немного отличаться друг от друга, что зависит от страны, времени и обстоятельств, а также от указаний священных писаний, но главный принцип остается неизменным. Мы должны жить не в материальном, а в духовном мире. И на этом сходятся все истинные трансценденталисты. Все указывают на то, что мы сможем удовлетворить самое сокровенное желание своей души, только достигнув тех миров Кришны, которые находятся по ту сторону рождения и смерти. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактиведанты Свами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» вы сможете послушать в наших следующих передачах. Уважаемые радиослушатели, мы сегодня заканчиваем чтение книги Его Божественной Милости Бхактиведанты Свами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни». Об авторе Его Божественная Милость Бхактиведанта Свами Прабхупада появился в этом мире в 1896 году в Калькутте, Индия. Впервые он встретился со своим духовным учителем Шрилой Бхактисидантой Сарасвати Госвами в Калькутте в 1922 году. Бхактисидханте Сарасвати, выдающемуся ученому в области религии и основателю 64 гаудиоматхов ведических обществ, понравился образованный молодой человек, и он убедил его посвятить свою жизнь распространению ведического знания. Так он стал духовным учителем Шрила Прабхупады 11 лет спустя, принявшего от него формальное посвящение в ученики. При первой их встрече Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур попросил Шрилу Прабхупаду распространять ведическое знание на английском языке. В последующие годы Шрила Прабхупада много помогал в работе гаудиоматха, написал комментарии к Пагавадгите и в 1944 году начал выпускать журнал на английском языке под названием Back to Godhead «Обратно к Богу», выходивший раз в две недели. В настоящее время его ученики продолжают выпускать журнал более чем на 30 языках мира. В 1947 году общество Гаудеи Вайшнавов присвоило Шриле Прабхупаде титул Бхактисиданта, признав таким образом его познание в философии и преданность Богу. В 1950 году в возрасте 54 лет Шрила Прабхупада отказался от семейной жизни, приняв ванапрастху, чтобы посвятить все свое время научным занятиям и литературному труду. Шрила Прабхупада поселился в священном городе Вриндавани, где жил в очень скромной обстановке, в историческом средневековом храме Радха Дамодары. В течение нескольких лет он был полностью поглощен научными и литературными занятиями. В 1959 году он дал обет отречения от мира Саньясу. Там же, в храме Радха Дамодары, Шрила Прабхупада начал работу над своим шедевром, многотомным переводом и комментариями к Шримад-Багаватам Багавата Пурани, состоящему из восемнадцати тысяч стихов. Там же он написал небольшую книгу «Легкое путешествие на другие планеты» в первом русском издании «Вне времени и пространство». В 1965 году, опубликовав первые три тома Шримад-Багаватам, Шрила Прабхупада отправился в Соединенные Штаты Америки, чтобы исполнить миссию, возложенную на него его духовным учителем. В последующие годы он выпустил более шестидесяти томов переводов, комментариев и обзорных очерков индийских классических трудов по философии и религии. В 1965 году, когда Шрила Прабхупада на грузовом судне прибыл в Нью-Йорк, он не имел практически никаких средств к существованию. Почти через год жизни в США, преодолев немало препятствий, в июле 1966 года, он основал Международное Общество Сознания Кришны ИСКОМ. К тому моменту, как он 14 ноября 1977 года покинул этот мир, общество, основанное им, выросло во Всемирную Конфедерацию, состоящую из более чем ста ашрамов школ, храмов, институтов и сельскохозяйственных общин. В 1968 году Шрила Прабхупада основал в Соединенных Штатах Америки первую экспериментальную ведическую сельскохозяйственную общину. Воодушевленные ее успехом, его ученики с тех пор образовали много подобных коммун в Соединенных Штатах и за их пределами. В 1972 году он ввел на Западе ведическую систему начального и среднего образования, основав в Далласе Гуруколу. С тех пор его ученики под его непосредственным руководством организовали школы для детей по всему миру и два главных центра образовательной системы ИСКОН находятся сейчас во Вриндавани и Майапуре, Индия. Шрила Прабхупада был также вдохновителем постройки нескольких больших международных культурных центров в Индии. Вокруг центра в Шритхаме Майапуре, Западная Бенгалия, запланирована постройка духовного города, Осуществление этого грандиозного проекта займет более десяти лет. Во Вриндавани построены величественный храм Кришна Баларама и гостиница для приезжающих со всего мира. Большие культурные и образовательные центры ИСКОН находятся в Бомбее и многих других больших городах индийского субконтинента. Однако самое важное из всего созданного Шрилой Прабхупадой это его книги. Высоко оцененные учеными за их авторитетность, глубину и ясность изложения, они служат стандартными учебниками во многих колледжах. Его труды переведены более чем на сорок языков мира. Бхактивиданта Бук Траст издательство, основанное им в 1972 году, является самым большим издательством в мире, публикующим труды по индийской философии и религии. Невзирая на свой преклонный возраст, Шрила Прабхупада за 12 лет объехал вокруг света 14 раз, читая лекции на всех пяти континентах. Несмотря на предельную занятость, Шрила Прабхупада никогда не прекращал писать свои книги. Его произведения составляют подлинную энциклопедию ведической философии, религии, литературы и культуры. Уважаемые радиослушатели, мы закончили чтение книги его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни». Звукооператор Светлана Новицкая читал Анатолий Корнаухов.